всем доброе утречко готовлю на завтрак детям их любимые бутерброды сейчас вот хлебушек с одной стороны поджарился подрумянился теперь яйца немножко взбила венчиком подсолила заливаю прям сверху все что вытечет за край ничего страшного побольше было сытнее и вкуснее ждем теперь пока немного схватится яйцо теперь сейчас аккуратно лопаточкой переворачивать на другую сторону одной рукой снимаю другой готовлю штатив поставить поленилась вот так обычно это и происходит так теперь сюда выкладываю листочки салата айсберг дальше колбаска кружочки помидора и натертый сыр второй половинкой накрываем и вот так лопаткой придавливаю прижимаю чтобы бутерброды припечатались с одной стороны и сейчас переверну их на другую точно также припечатаю с другой стороны все бутеры готовы быстро вкусно и сытно кто здесь доброе утро плюша всем доброе утро пока занимаюсь домашними делами постоянно подхожу и нюхаю розочки как же вкусно они пахнут красота моя любимая спасибо моим котятка за этот подарок за этот букет как же все-таки нам женщинам цветы поднимают настроение правда же а мы выехали из дома друзья едем сегодня на семейный отдых правда однодневный едем в горы каникулы летят очень быстро хочется все успеть ну за месяц конечно особо не расслабишься еще есть какие-то дела и к стоматологу мотаемся и какие-то справки медкомиссии проходим в общем пытаемся совместить полезное с приятным но сегодня выходной решили съездить куда мы едем как она называется то забываю все время в хаджовскую теснину вот мы с лёшей там были дети тоже были но знаете как были саше было три с половиной годика а таня была у меня тогда в животе я танюшкой была беременная поэтому решили сегодня поехать туда посмотреть на мишек погулять подышать свежим воздухом горным потом спустимся куда-нибудь к реке что-нибудь как обычно поджарим на костре вкусненько пообедаем если удастся покупаемся по загораем в общем будем отдыхать наслаждаться этим днем наслаждаться природой ну и конечно берем вас собой сейчас заехали в магазин за прохладительными напитками лёша говорит но ты поедешь обратно за рулем я возьму полторашечку пивка я говорю ну поеду конечно права есть чушь не выручить то я как обычно услуга трезвый водитель сегодня облачно и не сильно жарко 33 градуса жить можно уже хотя бы не 42 43 в тени как у нас было недавно начинаются красивые виды простите за не очень чистое лобовое стекло но просто когда едешь мошки бьются река белая и моя любимая аллея тополей глаз радуется когда здесь проезжаю особенно люблю здесь ездить зимой когда едешь в горы и все в снегу это просто невероятная красота уже почти приехали в узнали ехать в маленьком деревянном храме ки я была там очень благодатно красиво подъезжаем к хаджовское тиснение теперь бы главное здесь припарковаться где-нибудь остановись где тебе удобно да мы кстати прошлый раз вот тут и парковались машин много сегодня выходной оно и понятно что мы зашли здесь кафе так там касса пошлите обойдем дети вот туда в кассу фонтанчик как наши станицы я уже его снимала вам показывала ой какая погода сегодня классно а прям не жарко вообще очень здорово ой какая красота вот нам тоже так надо ищем туалет все идем в кассу стоимость билета 600 рублей взрослый детский филе заходим танчик как обычно с монетками люди верят в то что если просят фонтан монетку они обязательно сюда вернутся народные приметы конечно же полюбуемся на эту невероятную красотищу так красиво аж дух захватывает особенно страшно этот пол из сетки кажется такой ненадежной очень красиво как вам здесь красиво мы только зашли это первая смотровая площадка пойдем еще пошлите еще книжкам в гости сходим сейчас мы здесь конечно же надо зачетиниться сэлфи пофотографироваться лешаги здесь есть тир стрельба из лука метания ножей а вот можно дернуть за веревочку и из ведерка вот так охладиться мы этого не будем делать пойдем дальше ой ну как же красиво как красиво я не могу очень жалко что камера не передает того что мы видим на его все равно красиво с этой стороны тоже ущелье там проходит река пропасть сейчас пойдем туда по тропинке дальше хотим посмотреть здесь вот как обычно лавка с сувенирами хотим посмотреть здесь есть животные в клетках которых мне всегда очень-очень жалко вот сема я так понимаю лисенок сема собачка семушка сема честно вот так хочется просто открыть клетку отпустить замученный худой а здесь кто косуля здесь вот косуля и курочки я вижу он он сейчас вот почему-то сквозь клетку не фокусирует как бы так поближе вам показать через клетку плохо видно друзья хотела приблизить но почему-то приближаешь не фокусирует вот получилось с фокусировать косуля что-то там полудреме жуют яблоки по моему яблоки тут вот курочек выращивают видимо для семы вот еще какие тут жидности есть кашиня что-то там себе лапки лежит семенька отдыхаешь да отдыхаешь по моему тебе уже наплевать на туристов у него тут свои дела так а здесь у нас вольере волки сейчас подойдем с вами поближе посмотрим мои уже убежали вперед а прошлый раз они здесь бегали ну что-то их сейчас не видно или где-то спят в тени и одну по моему волчицу герда за у я уже не помню слушайте где-то должно быть написано давно мы тут слушай были саша станешь к стоят сейчас к ним спущу красиво аж дух захватывает да хотела волков показать а их не видно видимо они где-то спят в домике или в тени имена их тоже не помню ну кому интересно можете найти старый ролик где мыслился здесь были я там все подробно рассказывала показывала ой высоко страшно что идем дальше мы пришли к нашим косолапым друзьям это афанасий афанасий красавец у нас смотри смотри он уже раз два три опа нет девчонки хотят чтобы он попозировал вот так злиться его видимо уже достали тут все так что он уже злится афанасий не кто-то звонил я подумала что это вы афанасий его зовут большой какой-то красивый прям вот близко хочется рассмотреть ну блин еще бы камера фокусировала вот получилось сфокусировать афанасий привет жарко тебе да еще тут тебя посетители мучают всем хочется сфотографировать рассмотреть пошел-пошел скажи отстаньте все уже от меня пошел свою гладируй нам пожалуйста мы еще знаем как ты стесняться умеешь он вот так лапы складывает и делает вот так голову вниз опускает так стесняется прикольно но видимо сейчас не в настроении до афанасий даже оставьте меня в покое дайте отдохнуть ну такой огромный очень большой афанасий привет красавец ладно мы пойдем еще посмотрим там еще есть и муж прыгну лёша лови меня ой как страшно сейчас подождите муж поймает дочь осторожно камни здесь очень скользкие сейчас сейчас спасибо лёша подсадил так идем смотреть тимошку красота дадать здесь тоже пропасть смотришь вниз аж дух захватывает что сональки моху не видно там сидит у него там он принимает ванны он тимошка пью джурс не выходя из бассейна у меня друзья квартира вот плывет плывет тимошка ну подплыви поближе мы тебя рассмотрим как мы ему все надоели я представляю смотрите что мы видим вот рядом с тимошкой как бы вам так показать рядом правее вот где мой палец вот видите змея плавает причем большая но уже не живая видимо или он ее подушатал скорее всего он ну либо она сама увидела его и от страха бросила ласты тимошка классно ему там прохладно в воде наслаждаются вон змея рядом плавает хочет он к нам подходить поближе ему там хорошо кайфует посетители ему уже надоели за столько лет ни камни здесь не польские подождите маму идем дальше ой какая здесь тоже красота да как страшно невероятно а воздух какой горный круто так рада что мы сегодня выехали сюда а вы тоже нравится жаль камера не передает да я уже сказала вот камера почему-то как-то все она сужает не всегда фокусирует на самом деле здесь вообще потрясающе все таки горы я люблю больше чем море ой какие смелые ребята смотрите прям со скалы ныряют вот туда в воду это опасно конечно не знаю рискованно молодежь отчаянная сейчас один прям по факт прыгнул есть такие смельчаки которых ничего не пугает и все мы море по колено остается пацан ва не хочу даже смотреть мне страшно было пах мамкой жопу набила здесь скользкого главное нигде не грохнуться обувь конечно надо было а бывать какую-то хотя не знаю мне кажется здесь в любой скользко ой камни прям как по льду идешь здесь еще одна смотровая площадка ой какая красотища а пацаны прыгают все таки вы видите вон он вынырнул выйдем еще на одну смотровую ой здесь корни какие главное нигде не убиться вообще воздух такой прохладный спустились ниже прям классно дышится так свежо свежо как будто здесь кто-то взял и кондиционер включил воздух какой-то дочь свежайший я говорю здесь как будто взял и кто-то кондиционер включил да намного прохладнее спустились камень такое ощущение как будто бы недавно только отвалился откуда-то оттуда на самом деле он уже здесь много лет вот отсюда отсюда молодежь прыгала сюда они там плавают моя вода какая чистая прям голубая прозрачная так залезли друзья товарищи мы только что были там неужели оттуда хотят прыгать ой ну не дурить я сейчас камеру отключу я отругаю я не смогу промолчать что коллегами отсюда уехать посмотрите какая высота и не настолько широкая вот эта река чтобы там не разбиться оскалы пока прыгнешь что за молодежь шумоголовая пацаны не надо дурные вот как их остановить прибило бы честно вот таких смельчаков которые потом лежат в больницах с переломанными позвоночниками можно посидеть на лавочке подышать полюбоваться красивыми видами там и девчонки купаются зараза такие посмотри как там узко не знают же наверно какая глубина собрались прыгать лёша стоит смотрит я говорю нет я пошла я не могу даже смотреть меня это нервы не выдерживают на такое смотреть шумоголовая молодежь есть конечно пойдем лучше красивыми видами полюбуемся ну взрослые люди все понимаете говоришь им не надо не на тебя смотрят как на злую тетку какую-то и все равно продолжают делать свое дело эти прозрачная сетка внизу ой как страшно и не знаю сколько метров метров 50 наверное точно и опять я вижу дураки а вы посмотрите все таки нырнули вы видели со скалы боже мой у меня чуть сердце не остановилась а вот если бы это были мои дети сейчас бы ушли отсюда с синими жопами отлупила бы я просто узнаете ухаживала за своим двоюродным братом как-то в больнице в травматологии это было года два или три назад и вот там лежали тоже в палате такие вот прыгуны с переломанными позвоночниками которые на всю жизнь останутся калеками ой ну я не знаю фух не могу мне аж плохо стало ну и еще одна смотровая площадочка есть лавочка куда можно присесть подышать полюбоваться так ой сейчас заберусь везде вот видите такие камни скользкие оба папа какая красивая река река белая кто-то на лодочке приплыл или как это называется сап на сапе лёша все мечтает сап купить и на море поехать со своим сапом как-нибудь я думаю осуществить свою мечту давай доча просит пофоткать идем дальше интересно это воду нужно пить чистая горная ладно мы не будем рисковать какого-нибудь козлёночка не превратится фух я вам скажу я уже подустала тут мхом скала заросла да как кстати скала теплая я почему-то думала что я до неё дотронусь она будет холодная пока мы ходили на смотровую площадку тимошка вылез из воды а так их тут два там еще получается три вот там афанасий а здесь тимошка и еще вон медвежонок но тот поменьше тут видимо вообще малыш плохо видно сейчас да танюшка гадман давай обойдем с той стороны его получше можно будет рассмотреть так а ну-ка тимошка дай рассмотреть тебя поближе а тимоха мокрый накупался да ой какой он огромный а запах знаете чем он воняет от псиной вот как собачки есть такие неухоженные от псиной воняют так вот и он мокрый еще ага тимоха афанасий мне звонила ты почему не звонишь а дружочек дружочек вот так ходит туда-сюда скажешь лучше чего-нибудь вкусного дали только и знаете тут глазеть но до таблички везде висят что кормить медведей нельзя строго запрещено 5000 штраф а тимох вот так вот так усаживается ой что там ухи чешутся тимох не дай бог такого в лесу встретить да без клетки без ограждения без заборчиков это аж можно блины инфаркт получить а можно и головы лишиться один раз лапой своей маханет и все и головы нет представляете там силище какое тимох тимох но улыбнись на камеру нам мои зрители тебе поаплодируют тимошка скажи могу только зубами поклацать и этого с вас хватит мишка мишка ты косолапый позируй нам а как ты красиво можешь на задние лапы становиться скажи вот так мишка какие у тебя зубище большие ну ладно отдыхай не в настроении сегодня мишутки афанасий вот так что ты там решил сделать или он этот подкоп пытается под заборчик сделать а нет а здесь же протекает ручеек и он чистую воду оттуда пьет представляете какой умный лапой чуть грибанул попил и пузом уселся охлаждает себе там это достоинство свое мужское в общем все афанасий лежит о жизни размышляет ладно пока афанасий а не обстал о уже хотели уходить а ты встал ой расфокусируется время камера из-за вот этой вот сетки ну что ты там дружочек дружочек как он тут чешется смешно чешется ну ему спинку никто не почешет только сам себе вот эту арматуру мне кажется килограмм триста не меньше да алюш килограмм триста а то и больше ну такая махина я вам скажу очень большой огромный ушки такие милые ушки да смешные ушки милые ладно идем дальше волков так и не видно не удастся вам их сегодня показать хотя вон смотрю куски мяса валяются видимо им накидали они где-то дрыхнут ну ладно ничего страшного хотелось посмотреть на волчар вот смотрите вот он где прям возле заборчика тут как гнездо у него улегся и спит а уши смотрите как мухами покусаны вообще бедненький ты бедненький волк ну посмотри на нас сейчас как бы так обойти показать вам где второй где второй лёш а я вот одного вижу причем очень близко а лёша с той стороны он поднялся и там видит второго бедный как у него уши покусаны мухами а похож на обычную собаку да даже не скажешь что волк жалко животных которые в клетках прям вообще очень жалко нам конечно это все увлекательно посмотреть полюбопытствовать поудивляться представляете каково им когда бегали бы себе в лесу на воле вынуждены сидеть вот здесь в вольере вот и вся радость в жизни печально ну а мы идем еще на одну смотровую площадку там тоже очень красиво нам нужно через внутренний двор пройти теперь в другую сторону вот а здесь цесарки индюк гусь привет красавчик ну и обычные курочки которыми нас не удивишь привет красавец рассматривают сувениры красавцы как я люблю вот этот запах дерева танюшка купила себе сердечко на веревочке вот такое очень красивое нежное 250 рублей колечко нравится и танюшка прикупила еще себе колечко вот такое нежное красивое это 450 рублей нежнятинка скаемся идем другой смотровой площадке лестница такая крутая главное не навернуться нигде ой как здесь прохладно друзья какой воздух ой как хорошо а что там светится фото зона красота пойдем сходим наверное к водопаду туда а нам туда раюшки непонятные а вон там Леша нас ждет с Сашей а мы пока украшений понакупили задержались немножко слышишь шумит водопад ой ой спустимся еще ниже ой страшно прям про пещеры какие-то туда пещера да идет скала как же паутина может летучие мыши там живут где-то 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 то где-то вот и где-то так просто вот вот м где-то Скользко. Будем подниматься. Полюбуюсь напоследок. Как красиво. Пойдите хочется. Ну и все. Все мы здесь посмотрели. Хаджовское тиснение. Поедем теперь куда-нибудь к реке. На природу. С природы на природу. Выходим. Я не видела, что тут еще и павлин есть. В тазике. Видите, сидит. Охлаждается. Вот бы расправил нам свой красивый чехвост. Едем дальше. Идем на выход. Такая клумбочка. Это вот как у Алиси во дворе. Она такое любит. У нее много такой красоты. Всяких статуэточек. Так что можете пройти к ней на канал. На Дзене. Ее канал называется «Алиса в деле и без». И у нее там много такой красоты. Вы увидите. А мы приехали на речку. Располагаемся. Раскладываемся. Это место, друзья, нам подсказали Оля с Костей. Оля моя сестра. Они сюда приезжают искупаться. И знаете, в чем прелесть этого места? Две реки. Белая. И вот это Куржипс. Белая река ледяная, холодная. А Куржипс теплая. Но они обе горные. Вот. И здесь они сливаются. То есть получается, что если нужно охладиться, как, например, наш Леша, он любит прям холодненькую, похолоднее, пободрее. Вот, пожалуйста, сюда. А мы любим потеплее, поэтому будем купаться в Куржипсе. Вообще очень классно, да? Ну и, конечно же, потрясающе красивый вид. В горах было попрохладнее. Сюда приехали прям душно. Так что срочно нужно надевать купальник и уже охладиться, окунуться в водичку. Хорошо. Куржипс теплая. Сейчас пойдем там проверим. Единственное, что здесь не поплаваешь мелко. А вот там глубоко, но там холодное, наверное, плевое. Сейчас проверим. Если только так полежать, охладиться, поборгаться в воде. Пойдем белую. Обследуем. Ну да, контраст ощутим. Здесь прям реально намного холоднее. О, нет, идем обратно. Куржипс. Леша умный. Вон, видите, куда заплыл. И вот как раз сразу вот так пересекаются две реки. Куржипс и белая. Он говорит, иди сюда, кричит мне. Вот здесь, говорит, прям вообще хорошо. Ну правильно, как раз она здесь перемешивается, вода теплая с холодной. И, видимо, там вообще комфортно. Вода чистая, видите. Чистая-чистая. Так что положу сейчас камеру. Поплыву к любимому. Очень классно. Ой, красота. Куржипс по сравнению с белой просто горячая. Смотри-ка. Я буду как в природном джакузи. Уносит. Дочь, ади вот тут классно. Танюшка в белую пошла купаться. Ей нужно похолоднее. Ой, я даже подзамерзла. Как остро погреться. Какой чудесный день. Я не хочу, чтобы он заканчивался. Леша с Сашей по-быстрому соорудили из камней. Природный мангал. Мы заехали в магазин по пути. Купили готовое замаринованное мясо. Взяли там полтора килограммчика нам на четверых. Вполне достаточно. Сейчас лавашик еще поджарим. Кетчуп купили. Арбуз купили. Я из дома взяла огурцы и помидоры. Огурцы замалосолила. Помидоры свеженькие. Все домашнее. Что сейчас шашлычок поджарится. И будем кушать уже голодные все. Город к вечеру подтягивается. Все больше и больше. Люди приезжают охладиться. Выходной день. Все хотят на природу. Все хотят отдыхать. Все-таки река Курджипс мне нравится больше. Вода тепленькая. Вот там я окунулась в белой и замерзла за 2 секунды. А здесь единственное дно неприкольно, когда заходишь. Вот видите, там водоросли и очень скользкие камни. Вот водоросли. Видите, какие они прям скользкие. Поэтому нужно осторожно заходить. Можно поскользнуться и упасть. Вообще очень классно. Сейчас стою. Вода теплая, теплая. Вот здесь на перекате мы сейчас с Танюшкой сидели полчаса. Это точно. Она говорит, ой, мам, как классно. Точно, как говорит, природная джакузи. Сидишь, водичка бурлит вокруг тебя. Прямо вся такая красота, благодать. Очень понравилось. Саша не захотел купаться. Говорит, что-то, мам, не хочу. Я не знаю. Говорит, вообще желания нет. Я говорю, ну, сиди за гора и наслаждайся дыши воздухом. А мы втроем покупались хорошо. Уже вечереет. Только посмотрите, как солнышко красиво, да? Из-за горы светит нам. Какое небо. Какая природа. Не налюбуюсь. Ну что там, наш шашлык не готов. Уже прям очень-очень кушать хочется. Папуля, давай, снимай. Горячее сырым не бывает. Ой, он уже румяный, красивый. Мне кажется, готов. Сейчас Леша еще лавашик поджарит. Чтобы был хрустящий, румяненький, горяченький. Как будто бы только из печи. Так, ну что, лаваш. Ух ты, горячий, правда. Как будто с пекарни только. Давай сейчас его на кусочки прям поломаем. Снимай шашлычок. У нас тут тоже все готово. На лаваш? Да нет, наверное, давай по тарелочкам сразу. Шашлычок готов. Красота. Да, я тебе. Я хочу прям руками шашлычок есть. Ммм, сочный какой. Приятного аппетита нам, ну чем ты ешь? Ваше здоровье, друзья. Давайте за отдых. За этот прекрасный, чудесный день и за нашу семью. На десерт разрежем арбузик. Я его в речке помыла. Надеюсь, красный купили. Хороший. Хочется арбузика. Красный, ура. Давай мне скибочку отрежь. Попробую. Вкусный. Классный арбуз. Посуду помыли в реке. Мы вечерее собираемся домой. Надо костюр запишу, кинуться в собрать. Мама, все твои белые шорты. Так пофигу. Белая, конечно, намного прохладнее. Ой, классный, чудесный день. Так не хочется уезжать. Но будем потихоньку собираться и выезжать. Пока доедем, уже будет темно. Так хорошо. Ну что, на этом буду заканчивать, снимать этот влог, друзья. Больше уже показывать вам сегодня нечего. Сейчас путь дорожку. А с вами увидимся уже в следующем влоге. Всех люблю. Всем пока. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Субтитры подогнал «Симон»